Не достроился снеговиков в детстве, не долепился снежков, вырос и решил слепить огромный самовар. Вот так у создателя музея советского самовара Андрея Тарасова и появилась эта идея. Об ее реализации вызвался помочь Александр Никонов, победитель нашего конкурса снежных фигур. Сначала сделали заготовку для будущего самовара. Из деревянных досок сколотили высокую прямоугольную форму, в которую потом засыпали снег, утрамбовывая и заливая водой каждый слой. Ну где-то неделю мы ее заготавливали, и вот как бы тут морозы были большие, то не дало, то теперь было, не дало то сделать. То есть вот вышли вот только вот сейчас погода, так сказать, состояние заготовки дало возможность с ней заниматься. Это только первый этап работы, а в итоге получится тульский самовар формы желудь, который ближе к масленице раскрасит под кжель. А здесь из-за большой снежной заготовки, которая выше моего роста, уже начали появляться очертания будущего самовара. На этой стороне мастер уже поработал, и сейчас мы со стороны пристроимся с другой, где еще непаханное поле работы, и поработаем над заготовкой самовара, над верхней частью самовара вместе. Вот здесь отпиливая, потом тяпкой. Так, вот так вот. А, сбоку. Ага. Ставила. Так. Там немного больше, по-моему, отвалилось, чем надо. Вот. Опа. А теперь пилу. Ага. По словам мастера, это пока грубая заготовка. Работы предстоит многом. Сделать только основу. Это несколько дней понемногу снимать слои снега. А потом предстоит потрудиться и над более мелкими деталями. Мы их сначала сделаем отдельно, сделаем заготовки под них, а потом сделаем сами элементы. Думаю, что мы их обледеним, сделаем штифты, а потом смочим водой, и когда будет сильный мороз, так скажем, приклеим. Кроме того, у Александра и Андрея есть задумка подсветить самовар, поместив внутрь лампочку. Яна Ведерникова, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!